Но я так тебя ненавидел, так раздражала. Ты самое тупое олицетворение всего, что может быть в тот момент. Я рад, что мы познакомились. Мы о сексе по бартеру не договаривались. В смысле? Знаешь, у меня такое чувство, что ты меня лечишь. Вам не стоит быть вместе. Всем привет, это «Ходят слухи» И сегодня у нас необычный герой, человек, чье имя я называла чуть ли не в каждом видео. Это Саша Шапик. И он согласился дать эксклюзивное интервью нашему каналу. Кто за ним следит, он знает, что он не дает интервью никому, нигде не снимается, к людям не выходит. В общем, мне несказанно повезло. Сейчас узнаем, почему. Пойдемте его искать. Пунктуальность превыше всего. Да. Так торопилась. Саша Шапик. Кумир моего детства. Твоей мамы. Кумир моей мамы. Кумир миллионов. Саш, что ты согласился дать интервью, мне интересно? Тебе вообще не смутило, куда я тебя позвал? Позвал, да. Но почему ты согласился дать интервью мне? Ну, мы как бы заочно уже были знакомы. То есть, ты тоже для меня являешься неким кумиром, только таким отрицательным персонажем шоу «Холостяк». Потому что я смотрю все сезоны. Да. Русский «Холостяк», украинский «Холостяк». Казалось бы, я не тот человек, который любит телевидение, но мне нравится реалити-шоу. И ты была там, наверное, самым ярким представителем, ну, как по мне, в том сезоне. Да. И ты единственная, кого я запомнил. Вот я никого не вспомню. Я даже не вспомню, кто был «Холостяком» тогда. Но я так тебя ненавидел. Почему? Ты меня так раздражала. Мне казалось, ты самое тупое олицетворение всего, что может быть в тот момент. Так и есть, так и есть. Я рад, что мы познакомились. И что, ты хочешь лично убедиться в том, насколько я тупая в жизни? Нет, я просто хотел лично тебе все это сказать. И теперь мы можем продолжить общение. И все, между нами нет теперь никаких преград. Потому что в тот момент, когда я запостил о тебе пост. Да. И подписал все, что о тебе думаю, там, что ты конченая, там. Ты написал, что я конченая. Я не могла вспомнить. Нет, я написал хуже, просто не хочу произносить. Потому что я помню, что я написал. И сейчас произносить этого не буду, если вдруг скрин где-то не всплыл. И что, тебе стыдно или нет? Ну, я не знаю. К концу интервью я или извинюсь перед тобой. Или что? Или просто. Или даже не пизды? Ну, кто кому. Не знаю, мы о сексе по бартеру не договаривались. Так что, как бы. Только с Козловским? А с Козловским там было, как бы. Было, да. Было, было, да. Было за что подержаться. Он уже пресс свой показал? Он как? Очередной раз. Нет, сегодня не показывал. Потому что у меня особо нечего показывать. Смотри. Это у меня от хорошей жизни. Да? Да. Ну, ты вообще худенький. Брюха. В смысле? Я сейчас на массе вообще. Я никогда таким толстым не был, как сейчас. Это толстый? Да, я вообще вот таким был дрыщом. Что, завидуешь? Да для меня ты худенький. Не, не завидую. Почему ты меня пригласил на кладбище? Ну как, это одно из любимых моих мест. На самом деле, вот это сооружение непонятного космического направления, где просто врата в ад. И я не знаю, мне нравится на кладбище. Я сам часто гуляю здесь именно. Потому что здесь нет людей живых. Вот. Я люблю одиночество, как ты поняла. Не особо бегу там, где скопление людей. И люблю гулять один. И как бы наслаждаюсь. Я социопат. Ну, то есть я ненавижу людей. Точнее, их боюсь. Ну, не в том плане, что прям не могу общаться. Я предпочитаю проводить время в одиночестве. У тебя в микромире кто? Ты? Потом идет Таня. У меня, на самом деле, внутри меня никого. Или у тебя один? Я всю жизнь чувствую себя одиноким. Я сам по себе. И мне этого хватает. Я самодостаточный человек. Ну, как бы. Если я кого-то нахожу, то этот человек либо меня просто принимает таким, какой я есть, или же страдает рядом со мной. Иначе второго никогда не было просто. То есть тебя никогда не принимали таким, как ты есть. Человек рядом с тобой, он страдает априори, да? Ну, да. Несмотря на то, что ты там даришь подарки, извиняешься, ты псих. Я не знаю. Тане нужно как можно скорее избавиться. Поставить крест на ваших отношениях, чтобы у нее была счастливая жизнь. Или ты ее добьешь, если она тебе скажет, не хочу быть с тобой. Если Таня меня бросит, я сойду с ума. Я не смогу без нее. Никак. Мне нужен человек, который будет максимальной моей противоположностью. Потому что, если я буду с таким же ебанутым человеком, как и я, социопатом, ну, мы поубиваем друг друга, и все. Ну, то есть, наши отношения закончатся уже через неделю. Мне кажется, вы оба социопаты, если вы не общаетесь с людьми. Мы сошлись на том, что нам никто не нужен, и мы можем просто сидеть в квартире, замкнуться на месяц, и все. А вы часто ссоритесь, так как это показываете в видео? Или просто концентрация ссор в видео намного больше, нежели в реальной жизни? Я скажу, что мы с Таней ссоримся в сто раз больше, чем это кажется. Но это является частью наших отношений, и мы в этом очень... Тебе нравится. Мы в этом очень органично смотримся и дополняем друг друга. Потому что, как знаешь, всегда после бурной ссоры есть что-то сладкое. Что это? Вы сексом занимаетесь после ссор? Ну, хотелось бы чаще, но как бы в любом случае ты же знаешь, что это намного приятнее. Да нет. Нет? У тебя по-другому? Я... Просто секс не является средством того, чтобы примириться. Ну, средством манипуляции. Да, это плохо. Это плохо. У меня секс является только по внутреннему желанию. И все. А смысл тогда секс использовать как примирение? Если у вас отношения на эмоциях исключительно построены, на ссорах, то как бы это как раз на контрастах. Вы бьетесь, потом целуетесь, бьетесь. А вы бьетесь? Ну, иногда бьемся, но не так. Точнее, Таня меня бьет, кусает, а потом у меня все руки поцарапаны. Тебе не кажется, что у Тани уже депрессия, исходя из того видео, которое ты записал в вашей квартире за тысячу гривен? Ну, а почему? Мне так жалко ее стало, потому что она... Такое впечатление, Это ее выбор. От тебя поддержки не чувствуют, вот эти все подписи. В смысле? Мне показалось, что у Тани реальная депрессия. Мне даже хотелось написать, Таня, ну все нормально, не переживай. Я так понял, времена сегодня хотела, чтобы была здесь Таня вместо меня, поэтому все вопросы о ней... Я хотела, чтобы ты был. Я специально пришел один, пришел один специально без Тани, чтобы мы поговорили обо мне, но мы говорим с тобой о Тане. Ты не хочешь, чтобы я говорила о Тане, просто Таня часть твоей жизни. Смотри, сегодня я тебе отвечу на любой твой вопрос. Да. Готовы отвечать на любой вопрос. Даже касательно Тани. Ну да. Тогда вопрос по поводу Тани. Давай. Тебе вообще нормально с человеком, который ощущает себя несчастливой, судя по ее видео? Ты так считаешь? Да. Я считаю, что она внутри... это мое мнение, понимаешь, это мое мнение, что она внутри понимает, что вам не стоит быть вместе. Ты смотришь на поверхностные моменты. Да. Об этом всем думаешь так же, как и все мои зрители, потому что ты предзята ко мне относишься. Точно так же, когда я к тебе относился, предзята, когда тебя поливал дерьмом, когда смотрел шоу «Холостяк», понимаешь? Я точно так же предзята к тебе относился, как ты сейчас ко мне. Я тебе скажу, что... Я сейчас к тебе нормально отношусь. Возможно, возможно покажется, что мы несчастные, что у нас там жесткие отношения, но мы друг без друга не можем пробыть и двух дней. То есть мы намного несчастней в рознь. И для тебя это идеальные отношения? Для меня это те отношения, которые мне были нужны. Ты не видишь никого другого, помимо Тани, рядом с собой. Ты видишь семью, деток, вот вы вместе ссоритесь, дети смотрят, как вы ссоритесь? Или как это все происходит? Ты смотри, если бы мы хотели детей или Таня бы хотела детей, или бы так бы получилось, что у нас бы планировался ребенок, то я бы никогда не был бы против. Я бы был рад. Да. Но, так как мы не планируем детей, этого еще не происходило случайно. То есть, если Таня забери, ты с удовольствием станешь отцом во второй раз. Чего ты не видишь в этом всем какой-то на самом деле гармонии или уникальности отношений? Почему ты обращаешь внимание только на ссоры? То, что я снимаю какие-то личные моменты и людям кажется, что это какой-то пиздец происходит, на самом деле это индивидуальность наших отношений, грубо говоря, уникальность наших отношений. Не каждый раз, когда ты видишь что-то жесткое на экране, не факт, что оно является жестким для нас. Возможно, для тебя это дикость так общаться в отношении, но для нас это обыденность и способ общения друг с другом. И все. На самом деле у нас очень милые отношения. Просто это так не выглядит. Да, это не выглядит очень мило. Мы так же сильно любим друг друга, как и ненавидим. То, что для кого-то нормально, для меня неприемлемо, и так же наоборот. Хорошо. Поэтому я считаю, что у нас идеальные отношения. Смотри, есть такое мнение вообще философов в интернете, что люди при ссорах отдаляются друг от друга. Это как ваза, которую разбить и потом ее собирать постоянно. Все равно не будет так, как раньше, потому что накопились претензии, я предлагаю там посидеть, накопились определенные претензии, непонятки, и вы так чисто на волне с друг другом. У тебя так или у вас ссоры не отдаляют друг от друга? Знаешь, у меня такое чувство, что ты меня лечишь. Нет, я тебе не лечу. Пристала ко мне к моим отношениям, тебе что-то не так, я тебе говорю, все классно, нет же, ты хочешь что-то найти, что плохое в моих отношениях. Я тебе говорю, все заебись. То есть тебе нормально, ответ, все заебись. У нас все отлично. Хорошо. Все, сейчас интересно было бы пообщаться с Таней на эту тему. Она не захочет. Не захочет давать интервью? Потому что она не публичный человек. Ну, а зачем это ей? Не знаю, спрошу у нее. Ну, попробуй. Может, захочет, может, будет первая девушка вообще у меня на канале. Девушек не было. Нет, девушек еще не было. У тебя есть ребенок от первого брака, как ты с ним общаешься сейчас? Плохо. Редко. Не общаешься? Ну, очень редко. Я считаю, что я плохой отец. А ты можешь это как-то исправить или не хочешь? Могу ли я исправить? Конечно. Каждый человек может все исправить. Но ты не хочешь? Я, грубо говоря, в неком плане смирился и уже привык, что так. И особо даже никаких действий по этому поводу и не делаю. То есть, если у меня раньше было рвение, я не, я, наверное, плохой отец, там, понимание семьи, потому что раньше у меня было восприятие семьи, что должен быть мама, папа, ребенок, счастливый брак и все остальное. У меня немного сместилось восприятие этого всего и я понял, что нужно быть самому счастливым в первую очередь, а потом ты сможешь сделать кого-то счастливым. Потому что, если посвятить свою жизнь кому-то, даже если это твой ребенок и наступать на себя и вряд ли я бы сделал своего ребенка счастливым. Возможно, это не так, как бы я хотел в идеале, чтобы происходило. А как бы ты хотел, чтобы это было? Ну, изначально я с матерью своего ребенка хотел, чтобы это была полноценная семья. Ты ее любил до Тани? Ты хотел семью? Или ты хотел ради Милы остаться с ней? Каждый раз, когда я хотел, чтобы это была семья, это было ради ребенка. нельзя ради детей я считаю быть вместе. Ну, вот у меня такое понимание. А так, чтобы она к тебе приходила на выходные, можно организовать или нет? Ну, меня бесит вообще формат отношений с детьми, когда тебе дают ребенка там на выходные. Ну, потому что это как-то жестоко, что ли. А как тогда поступить, чтобы девочка была счастливой, у нее потом не было проблем в отношении с мужчинами? А что, есть какой-то регламент? Ну, есть, да, такие. Книжки умные, я понятия не имею, как. Вообще, да, если отец не уделяет время, потом проблемы с мужчинами. конечно, достаточно, я думаю, понимать своего ребенка и не терять с ним связь. Я думаю, что все-таки у моего ребенка есть какие-то гены, там, мой мозг, и мы с ней в будущем будем нормально общаться, я смогу ее понимать и поддерживать. Конечно, я не уверен, но я надеюсь на это. ты ждешь, да, пока она чуть подрастет, чтобы вы уже один на один с ней могли нормально общаться. Ты смотри, я такой человек, что я ничего не планирую. Вообще, у меня нет планов на завтра. Это, ты, наверное, уже поняла, потому что со мной договориться о интервью невозможно. потому что я тебе говорю, я могу тебе сказать насчет завтра или сегодня, и то не факт, что я приду, потому что нет у меня планов. Я живу только моментом. Я же пришел, и ты опоздала. Да, я опоздала. Я ненавижу, когда опаздываю. Извини. Я всегда прихожу раньше. Но мне понравилась твоя футболочка, она такая сезонная именно, как раз сезон черешни. Если много съесть черешни, будет не творение желудка. Пучить будет. Меня часто от меня не пучила. Раньше пучила, знатно так вообще. То, что сейчас говорят. Как называют? Горит пукан, бомбит пукан. Это что знаете? Это сейчас в интернете. Ты что? Ты куда собралась? На ютубе или куда? Ты должна весь сленг знать. Что значит бомбит пукан? Бомбит пукан. Но я сам недавно узнал. Это значит что? Летеоризм? Это значит, что тебя что-то так задевает, что у тебя словесный понос, и тебе хочется обосрать человека. Я тебе настолько понравилась, может быть, что я тебя бомбила. Человек, мы... У тебя хорошие... Человек испытывает эмоции, если ему кто-то... Кто-то задел, значит, его в чем-то. Ну, конечно, ты меня заделал. Это или в негативном проявлении, или наоборот в позитивном, потому что что-то задело. Смотри, я Женя ненавистник. Да. Глобально. Но в то же время не могу без женщин. Я их ненавижу всей душой. Вот я не знаю, но бесят меня женщины, девушки, бабушки, вот вообще женский род. И мужчины тоже. Мамы? Ну смотри, мужчины тоже бесят. А, мужчины тоже. То есть даже, но женщины больше. Как бы... Потому что женщины вообще, они... Ну, потому что у меня, возможно, у меня так было. У меня не складывались отношения, и каждый раз все мои беды, переживания и переломные моменты в моей жизни были связаны именно с тупостью женщины. Именно с тупостью. Тупорылая скотина, с которой невозможно было договориться. Понимаешь? Каждый раз. А обо всех, кто у меня был. Отношения с женщиной это невероятный вынос мозга. Да, согласна. И в любом случае, ты не прав. Ты самая херовая, что с ней случалось вообще когда-либо в жизни. В любом случае, для нее... Аминно, да? Столько стараешься, все делаешь. В смысле стараешься? Ну, может, и я был не красавчик. Ну, чего? А чего я буду себя... Может, и я для нее был самым ужасным человеком в жизни. Может, так и есть. Она свято в это верит. Поэтому, то, что я ненавижу женщин, она точно так же, может, после меня ненавидит и мужчин. И, возможно, я испортил жизнь. Но, когда я в отношениях, то, как мне кажется, я веду себя так, как... Как должен себя вести мужчина. Нет, как бы я хотел, чтобы со мной вели. Для меня самое главное в отношениях даже не любовь, а уважение просто друг к другу и заинтересованность в интересах друг друга. То есть, ты, когда не просто эгоист, не когда просто потребляешь. Вот, наготовь, потрахаться, вот, чтобы там была в 10 дома, все. Нет, а чтобы было уважение друг к другу и чтобы отношения приносили какие-то плоды и развития, чтобы было. Ну, потому что обычно все друг друга просто потребляют, съедают и типа ссорятся на каких-то таких низких чувствах, бытовых моментах и низменных потребностях. В отношениях с Таней мне потребовалось гораздо больше времени, чтобы разобраться в самом себе, понять, что это именно то, что мне нужно, что это именно те отношения, как бы усмирить свои какие-то моменты в себе, то, что я не мог принять тот факт, что все, я буду в отношениях, что это действительно мой человек и я себя очень часто не понимаю и я не жду понимания от кого-то, поэтому я уже наперед и просто плохой словарный запас и вот у меня там есть 200 слов и я там местами их меняю. У тебя неплохой словарный запас, если учитывать то, как ты раньше разговаривал. Ну да, может какой-то прогресс есть, но я же вообще школу не закончил, то есть у меня 9 классов и я уехал в Киев, бомжевать, разговаривать я вообще не умел, я ни с кем не общался, книжек не читал, может прочитал 2 книжки за всю жизнь и поэтому... А сейчас тебе не хочется читать книги, взять преподавателя? Ну, я наверное... А, ну может 3 книги прочитал. Первая была Карлсон, это там до 10 лет. Вторая книга была Библия и третья книга Трансферфинг реальность. А, я, кстати, не читала. Я даже выговорить не могу. Я не читала, но слышала. Это хорошая книга. Ну как, ну вроде бы да. Ну стоит почитать, ты советуешь или так? Так а зачем? Я не знаю, я о ней слышала уже раз сотый. Я читаю только то, что, ну, надо. Ну вот. Мне нравится там про гормон, про психологию. Ну это такое, я понял. Но все равно, я считаю, что когда ты читаешь книги, ты в любом случае перенимаешь то, что тебе пишет автор. Да. В любом случае он имеет на тебя влияние. Да. А я отбитый человек. Я не смотрю там фильмы, ну раньше не смотрел, с Таней мы сейчас ходим в кино почти каждый день. Но я как-то умею ставить перед собой вот такой барьер и ничего не упитывать. Люди, которые появляются в моей жизни, все они как бы несут такой временный характер. Почему так? То есть я со всеми общаюсь временно по чуть-чуть, под настроение. Потому что мы никого не упускаем в свою жизнь. Мы общаемся друг с другом, все. Нам комфортно. И в одиночестве я тоже ощущаю себя полноценным, мне никто не нужен. Как бы, если я с кем-то общаюсь там периодически, и если я продолжаю поддерживать связь, значит, на каких-то моментах мы с человеком все-таки сходимся. Это тот же Дима Верховецкий, мы с ним сходимся в некоторых планах там. И все. Ну, то есть у меня не появляется практически новых людей в моей жизни. Почему в твоей жизни не задерживаются люди? Вот кто-то с тобой снимается, такое, блин, мы дружим, 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 потом все, Саша снова с Таней и остался один. Я понял, это ты так потихоньку подводишь конкретики. Ну, это самое главное, сейчас я отвечу, самая главная причина, потому что мне никто не нужен. Я тебе уже пытался это дать понять. Потому что мне не нужны... Как это так звучит? Я тебе пытался это дать понять. Иди нахуй. Никакого интервью. Типа, я тебе уже объяснил, как бы ты не понимаешь. Ну, вот. Мне не нужны друзья, мне не нужны люди, мне не нужна помощь от людей. Некоторые люди не представляют, как они бы вообще жили без помощи друзей, без общества, без работы там. У меня есть возможность заниматься любимыми делом, не контактируя вообще ни с кем. Вот. Это уникальная профессия. Мне поэтому и понравился YouTube, потому что здесь можно быть собой, можно ни с кем не общаться, можно говорить и делать все, что угодно, и при этом оставаться одному с камерой, и все. Самое главное, ты можешь быть собой. Если фантазировать на тему того, что исчезнет интернет, YouTube, и вообще все накроется. Пускай исчезает. А ты чем будешь? Что, будешь Таню терроризировать? У меня нет никаких планов на жизнь. Мне все равно, что случится. Я похуист. Ну как? Ну если Таня умрет, например, тебе же не будет похер? Ну, нет, конечно. Ну так это как? Ну так, мне пофиг на какие-то те вещи, на которые другим не пофиг. Ты понимаешь? На такие более глобальные вещи мне пофиг. То есть, если YouTube закроет, ты все равно найдешь, как заработать деньги, как... Ну смотри, миллионер не тот, у кого есть миллион. Хорошо. А тот, кто может его зарабатывать снова и снова, даже если его забрать. Ну как бы, эту фразу не я придумал. Ну это я знаю, что вконтакте написано. Ну типа, вот. И я как бы согласен. То есть, в любом случае, я понимаю, что у меня есть известность, а известность очень легко монетизировать. Конечно. Тем более, все, что происходит сейчас на YouTube, я считаю, что, грубо говоря, ну а может и нет, это моя заслуга. Личная. Я вообще в Украине тебя считаю самым крутым человеком. Потому что я задал темп, задал формат, люди увидели, что это работает и начали повторять. Люди даже понятие новая школа, новые ребята, которые сейчас попадают на YouTube, они копируют друг друга. Но они не понимают, кто был первым блогером и кто вообще задал темп, кто вообще показал этот формат. Я не то, что себя нахваливаю. Я просто знаю это и я не люблю там хвастаться или еще чем-то. Но просто я придумал тот формат, удобен, который для человека, который работает. И сейчас молодежь это активно использует и хорошо. Тебя не раздражает вот как раз этот момент, то, что люди, которые приходят на YouTube, всячески пытаются задеть тебя, использовать в тегах твое имя, пародируют тебя, пытаются как-то стать ближе к тебе. Так ты же то же самое сделаешь. Я же тебе говорю про себя, да, я как, я записала Тружковского, записала Верховецкого, какие им вопросы задавала. А тебе? Сколько выпусков было? Четыре? Пять. Ну вот смотри, я шестой, седьмой? Седьмой. Счастливый, да, вот видишь, через шесть выпусков все-таки я. Да, все-таки ты. Мне реально повезло, я не знаю, я до сих пор жду, что кто-то там, не знаю, обольет меня говном здесь, что Саша что-то подстроил. Я на самом деле, на тебе, признаюсь, довольно спокойный человек и добрый, ну, мне кажется, что я добрый и жестокий одновременно. Во мне много противоречивых качеств одновременно. Я могу быть и добрым очень, и очень наивным, могу очень стесняться, могу робеть, боюсь общества, публики, но в то же время могу выйти голым на сцену. Ну, голым на сцену это не жестокий, жестокий, это если кота, кота можешь убить? Могу. Так все-таки, почему вот даже я пришла на YouTube, я использовала в тегах тебя, брала интервью у людей, которые вокруг тебя крутились, потому что ты не хотел давать интервью. Почему блогеры украинские, которые приходят на YouTube, они все приходят через тебя? Ты такой, как перевалочный пункт. Да ладно, прям, сейчас уже переходят на YouTube друг за счет друга. То есть, сейчас так много блогеров и намного популярнее меня, моднее. Я же такая, старая школа, старые закалки, я не использую какие-то модные темы, не снимаю видео по каким-то запросам поисковым, там, то, что сейчас актуально, не использую тренды. Я снимаю просто свою жизнь. Я никак не подстраиваю свои жизни под тенденции, которые сейчас популярны. Блогеры же, в свою очередь, пытаются копировать форматы, которые сейчас популярны, там, за рубежом или же просто подсмотрели друг у друга то, что сейчас на слуху и давай использовать. Меня это все бесит, я ненавижу блогеров на самом деле, поэтому я не хожу на эти фестивали, я не хожу на сходки блогеров, потому что я смотрю, как все сейчас ведут, для меня это все так дико, все друг друга снимают со всех сторон, какие-то каналы, подписки, что у них вообще в голове, о чем они живут, они живут только на камеру исключительно и используют любую возможность что-то снять, где-то проколлаборироваться с кем-то, это настолько дико для меня сейчас, я никогда не мог подумать, что такое произойдет когда-то. Я как бы предполагал, что YouTube это будет номер один площадка после телевидения, там телевидение умрет и все, кто закрепился на YouTube, это будут самые главные люди вообще медийные, как там когда-то Филипп Киркоров, все хотят на YouTube, там телеведущие, они все, сука, завидуют, когда смотрят, что какие-то малолетки могут иметь огромную аудиторию, ни от кого не зависеть, не зависеть от начальника, от формата, ни от своей зарплаты, то есть любой человек может, имея одну веб-камеру, сесть дома и просто имея какое-то личное мнение или харизму, снимать свой видеодневник, который будет по аудитории не меньше, чем охват какого-то канала. Меня бесит, что блогеры немного перенимают вот это телевидение в интернет. Зачем делать телевидение в интернете, когда телевидение и так хватает этого дерьма? Будьте просто собой, создавать какие-то новые эксклюзивные форматы, то, чего нет на телевидении. Чем берет YouTube? Почему YouTube так популярен? Почему все сейчас и валят туда? Потому что там можно быть собой, в первую очередь. Там искренность. Людей задевает искренность, потому что они видят не вылизанного ведущего, не постановочную какую-то сцену. Там можно увидеть настоящую, реальную жизнь человека с реальными проблемами, без той же рекламы. Меня часто обвиняют столько рекламы, столько преролов, интеграций. Да вы включите любимое шоу, да вы за этот час времени просмотрите гораздо больше рекламы, и вы же не жалуетесь на телевидение. Твой канал заблокировали из-за рекламы или нет? Я не знаю, почему заблокировали мой канал, но мне кажется, из-за того, что слишком много было рекламных интеграций, связанных с какими-то казино или же сервисами по заработку. Возможно, но не факт. Я не знаю причину удаления. И самое главное, что когда мне удалили канал, это у меня вызвало только улыбку, и я как бы вообще не страдаю, потому что вот сейчас, на следующий день, как это произошло, да в тот же день, когда удалили мой канал и удалили канал Мартыненко, все блогеры, все вокруг начали жестко снимать видео. Что делать? Ютуб удаляет каналы. Начали все паниковать, начали все там убирать какие-то ссылки, там название менять, удалять видео, где там спорные моменты, потому что все сейчас боятся, что их канал удалят, потому что Ютуб делает очень сейчас правильно. Он ужесточает правила использования хостинга, потому что Ютуб сейчас смотрят все дети, неустойчивые люди там с психикой, в том числе такие, как я, которые могут насмотреться чего-то, повторить или еще что-то. Скажи, как произошло, как работает этот фильтр, кто через тебя может попасть на Ютуб, а кто не может? Например, тот же Тружковский, тот же Верховецкий. У меня нет никаких фильтров. Сейчас это Богдан. У меня нет фильтров. У тебя можно купить интеграцию, чтобы ты занимался продвижением? Можно купить. А ты мне говорил, что нельзя в личной обесении. Ну, я тебе говорю, что у меня можно купить рекламу. Ну, интеграцию, чтобы ты заинтересовался, ходил. Смотри, я не возьмусь за то, что мне лично самому, например, неинтересно или я прям вижу, ну, тупо как-то. Ну, не нравится мне человек. Конечно, я же не буду браться за это. Все, что было до этого люди, которые появлялись в моих видео, это все происходило случайно. Я импровизирую. Я человек, который постоянно импровизирует с утра до вечера. Я импровизирую во всех случаях, во всех ситуациях. И у меня нету каких-то заготовок. И те люди, которые появлялись у меня в видео, они все попадали туда случайно. Я как-то немножко подставляю события в своей жизни так, чтобы это было немножко интересней. Это не значит, что я снимаю постанову на YouTube, что там драки, ссоры, это постанова у меня, что интриги с девушками или парнями или еще что-то постанова. Но у меня раньше под видео и в описании канала всегда было написано, что у меня канал это настоящее реалити-шоу. Ну, то есть я самый искренний блогер, там написано. Да, да. И смотрите, это настоящее реалити-шоу. Зачем вам телевидении, если вот настоящая жизнь. Но для того, чтобы настоящую свою жизнь немного было смотрибельно смотреть, нужно как-то все-таки в определенный формат его запихнуть. Да. И все-таки немножко сопоставлять события в жизни под какой-то формат. Вот с Тружковским, например, как это произошло? Потому что она лайкала чувака и я придумал, ну, а если позвать этого чувака, которого она лайкает, и прям сейчас к нам за стол. Вот. И перед этим мне он написал, тот чувак, который она лайкала, я подумал, а почему бы нет, пускай принесет Тане цветы, я просто сниму ее реакции. И все. То есть, это просто произошло. и так вы познакомились с Тружковским? Ну да, он пришел с цветами, так как я сказал, приходи туда-то, тоже случайно. и он уже через полчаса был на месте. То есть, он мигом прилетел с цветами, как я ему сказал, вручил Тане цветы, и так мы познакомились. То есть, это было просто по приколу. Просто посмотреть на реакцию Тани, потому что это было весело. Например, мне там нравится, некоторые девушки в Инстаграме, она видит, кого я лайкаю. Например, лайкаю Ирину Шейк. И тут она звонит Ирине. Например, и у нее такая возможность, она знакомится с Ириной Шейк. Да. И та прям говорит, хочу с тобой дружить. Да. И такая возможность. И бац, она подстроила, что Ирина Шейк внезапно ко мне подходит, прям ко мне, и там говорит, Саша, я хочу сегодня с тобой дружить. Вот. Это было бы смешно на мою реакцию посмотреть. Вот. Вот такие моменты, я говорю, что в своей жизни я допускаю подстроить немножко. Давай кого-то из реальных. Хоть чуть-чуть. Она нереальная? Да, просто хрен знает, когда она прилетит в Киев, понимаешь? Так я не задавался целью даже. Я тебе скажу, что я такой человек, что если я себе что-то придумал, оно обязательно у меня случалось. Тем или иным способом. Встреча с Ириной неизбежна. То есть, вполне вероятно, я бы сказал так. Потому что все, о чем я думаю, даже если я об этом думаю как-то не особо сосредоточено, проходит время и это происходит в моей жизни. Я не скажу, что я как-то специально что-то делаю для этого. Это как закономерность. Потому что я открыт к этому уже сегодня. Да, ты готов. События в моей жизни приходят ко мне сами только потому, что я их готов уже сегодня принять в любой момент и я к этому открыт. Вот и все. То все, о чем я думаю, ко мне само приходится ниоткуда. То есть мы сейчас фиксируем, что когда ты встретишься с Ириной, я как раз это видео выложу. Она тут может в бабушке на могилку ходила и вот сейчас будет идти. Интересно, она с Брэдли Купером или сама? А с кем она? Брэдли Купером, да? С Брэдли Купером, да. Я же просто не интересовался, с кем она там. Или сама она? Я вроде бы слышал, что у нее ребенок в Одессе. Так ты же с ней ужинать собрался, какая разница? Что было, о чем беседу поддержать. Я люблю импровизировать. Я ненавижу, когда я что-то знаю о человеке при первой встрече. И вот это самая главная проблема, почему я не люблю новые знакомства. Потому что у всех предвзято к тебе отношения. Ты с кем-то новым знакомишься и человек уже предвзято к тебе относится, потому что уже увидел тебя по телеку, увидел тебя в интернете, ему же о тебе рассказали. То есть очень сложно познакомиться с кем-то, чтобы это было настоящее живое общение, настоящая заинтересованность и чтобы человек о тебе ничего не знал и узнавал тебя в процессе общения. Вот это ценно. И я очень ценю знакомство, когда человек ничего обо мне не знает. Вот тогда классно. Я не скажу, что не люблю Катю Ваню. Кружковскому отношению у тебя сейчас какое? Это даже больше, чем любовь, я тебе скажу. Так что тратил? Он ничем не красавчик. А сколько ты зарабатываешь? Если человек меня задевает или человек мне понравился, вот я не скажу, что не люблю Катю Ваню. люблю по-своему, но они меня, сука, так бесят, эти крысята. А почему? Ну, потому что они абсолютно другие. Не то, чтобы я не принимаю людей, которые от меня чем-то отличаются, но просто меня так бесят, как они живут и что они делают. Это когда просто эффект, как был с тобой. Ты меня раздражала, и я на тебя смотрел. И чем больше бесит человек, это даже больше, чем любовь, я тебе скажу. ты серфил мои фотки в интернете? Ну, типа, плейбой покупал. Покупал? Дрочил? Не скажу. Сейчас, если придет человек, вот я, например, да, прихожу к тебе, говорю, Саш, слушай, ты мой кумир по YouTube, хочу быть такой, как ты. Сколько тебе нужно заплатить, чтобы ты мной занимался и сделал из меня зирку YouTube? У меня, в принципе, за всю историю таких моментов было, может, раз, два, когда мне кто-то прям нес деньги, чтобы я там его раскрутил на YouTube. ты как? Ты называл сумму, говорил, мне нужно столько денег. У меня написано, сколько это стоит по прайсу. Сколько? У тебя 40 тысяч долларов сейчас? Или 15? У меня в рублях, я даже не знаю, сколько там было написано. Нет, у меня было 20 тысяч долларов, чтобы я человека раскрутил там до 50 тысяч подписчиков. Да. Вот, вот так вот. Хорошо, вот я, например, тебе сколько там, 50? 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов. Да. И какие действия дальше? То есть, настоящие, живые подписчики, заинтересованные тобой. Вот, и они на тебя подписываются. Что, ты постоянно ходишь, говоришь, вот это Рамина, мой проект. Ничего, так зачем? Или как это происходит? Я просто пытаюсь придумать, я смотрю, чем человек вообще интересен, какая в нем есть особенность. И на этом делаю акцент. Я импровизирую, опять-таки. Я просто смотрю на человека и пытаюсь в нем что-то увидеть. Что меня в нем заинтересовало? Что может заинтересовать в этом человеке людей на YouTube? Так как у меня есть определенный опыт, я знаю, что людям интересно, знаю, что можно показать и как это подать. Я могу сопоставить эти события, внедрить тебя, интегрировать в свою жизнь. И тем самым, на протяжении определенного времени, когда ты будешь появляться в моих видео, ты заинтересуешь людей, и они перейдут на тебя и подпишутся. Но не с каждым это может пройти, потому что есть люди абсолютно постные. Ну, то есть, очень сложно. Им просто не стоит заниматься YouTube. Ты можешь прямо сказать, я считаю, что... Так я и прямо и говорю. Если я вижу, что человек мог бы этим заниматься, то тогда, конечно. Но зачастую все, кто раскручивался за счет меня, это было мое действительно искреннее желание помочь человеку как-то развиваться. Потому что я вижу, что человек просто загнивает в той профессии или в том положении, в котором он находится. И вижу, в нем есть определенный потенциал. Притом на YouTube даже не обязательно иметь какой-то потенциал. Можно просто быть собой, жить обычной, обыденной жизнью можно. Можно быть сантехником, можно быть кем угодно. И просто это снимать, и вы найдете своих зрителей. Так как это сделал мой отец. Потому что я понимаю, что в канале моего отца помог я, потому что мои зрители к нему перешли. подписались. Но они бы не смотрели его, они бы подписались, и все, канал бы протух. Да, если бы он не был интересно. Да. Но у моих зрителей есть их родители. И их родители, которые говорят, что ты там смотришь на YouTube своих дурачков? А они им отвечают, так посмотри, вот, у вашего возраста такие же люди снимают тоже на YouTube, снимают, как они там строят дачу, занимаются огородами или еще чем-то. Они говорят, о, прикольно, покажи там еще, включай мне там. И то, что ровесники моих родителей, и родителей моих подписчиков наконец-то нашли друг друга. То есть, это очень хорошо, что мне очень нравятся каналы, которые ведут и люди, которым за 50. Да. которые не боятся снимать, которые не боятся показывать в открытую свою жизнь какие-то такие личные моменты, не стесняются своей профессии. А, Миля, ты не думаешь сделать канал? Потому что детский контент вообще очень популярный. Конечно. Они прям разрывают YouTube. Еще изначально, когда, в принципе, никто не снимал на YouTube, до видео... Думал, ребенка своего снимай. Ну, как бы да. Она? Это само собой. Смотри. Я вообще начинал с текстового блога. Раньше не было видео. Да. Я начинал с текста. Раньше люди делились своими впечатлениями и писали свой дневник в текстовом формате. И люди подписывались. У каждого такой был микроблог, как сайт. И ты каждый день что-то там пишешь, максимум добавляешь фотографию. Все. Это как фотоотчет. Ну, лип вот этот, как он. Да. Там live journal был. Да, live journal. Вот. И у меня точно такой же был дневник. И все начиналось с него. Потом переместилось, это в видеоформат, когда интернет у людей стал чуть получше, когда появился YouTube. То же самое начал снимать уже в интернет в видеоформате. То есть я блогер еще с тех времен, когда нужно было печатать. А до этого мы вообще снимали на кассеты, на VHS. Так и... И мои видео распространялись на видеомагнитофонах. Люди передавали кассеты. Потом уже записывали диски. У людей не было дома компьютеров, и они ходили с диском в игротеку и смотрели мои видео. Это когда ваша паника была? Ну, да. Это было мне 15 лет. 15 лет назад это было. То есть и первое, что мы сделали, мы сделали это абсолютно без камер. Ко мне пришел мой друг и говорит, давай что-то вычудим. Ну, я говорю, давай, давай пробежимся абсолютно голыми в соседний магазин. И там, к магазину нужно было пробежать две автострады, и потом забежать в магазин и вернуться обратно. Он недолго думая, говорит, окей. И я говорю, окей, давай сделаем. Мы просто снимаем с себя одежду, снимаем трусы, выбегаем с подъезда, пробегаем две автострады, машины останавливаются, забегаем в магазин, пробегаем все прилавки, продавщицы смотрят и прибегаем обратно и просто падаем на пол от того, как это, блядь, нам смешно. То есть мы исключительно это делали для себя. Мы не снимали это на видео, у нас не было видеокамеры, тогда видеокамера это было что-то, нечто такое дорогое и нереальное. А когда вы организовали вот эту свою группу и это видео с прыжками с пояс, да потом я видела видео там где-то что-то с членом своим делал. Больно, кстати, было? Но у меня до сих пор пробит член. Я хотела сказать, покажи, но я понимаю, что нам нельзя такое показывать. И что, тебе больно сексом заниматься или как это все? Если было больно, то, наверное, я бы уже давно снял. В смысле? Я не поняла пробит член. Ну, в смысле? Ну, пирсинг у меня в члене. А, я видела видео, что ты завязывал что-то за этот ниткой. А, тянули. Да. Нет, я думал, ты про пирсинг. Я не знала, что взять пирсинг. И, кстати, тоже есть видео, где я прокалываю член. Вот там я еле разговариваю. Да, вот это я видео имела в виду, там где ты прокалывал член. Кстати, я вообще не мог представить, что я когда-либо смогу нормально, более-менее разговаривать, потому что все плохо у меня со словарным запасом. Я не читаю книг, мне сложно выражать свои мысли, хотя у меня их очень много, но мне сложно их сформулировать, мне не хватает каких-то эпитетов, не могу подобрать слов. Вот. И я никогда не думал, что у меня хоть что-то с этого получится, потому что и акцент мой, и то, что я не знаю русского языка, я не знаю, как правильно произносить некоторые слова. И старые мои видео, мне очень было больно разговаривать. После того, как ты член себе сделал? Вот там есть старое видео, его вряд ли найдешь, сейчас в интернете, но возможно. Где я прокалываю себе член? Я его помню, это видео. Вот я о нем. Ты помнишь? Да, я это видео видела. Там, где я себе делал пирсинг в члене. Да. Вот там я еле разговариваю, я такой там долбоеб именно, с розовыми волосами. Еле разговариваешь, потому что больно? Или почему? Нет, потому что я не умел разговаривать вообще. И, например, Паша Бумчик. Да. Например, тот человек, который, казалось бы, вообще не приспособлен для того, чтобы быть блогером. Ну, таким он был изначально. И никто бы на него не сделал бы ставку, никто бы даже предположить не мог, что он сможет вести канал. Потому что у него плохая дикция. Как он мне рассказывал, он первое слово сказал вообще в 4 года. Вот. Он до 4 лет молчал. И казалось бы... Это не золото. Ну, да. И казалось бы, как можно человеку с такой дикцией идти на YouTube? А я ему сказал, давай наоборот, сделаем это твоей фишкой. Можно твою особенность, даже если это какая-то вот такая не самая приятная особенность, переблять это... Сделать достоинство. Да, вот правильно. Ну, ты поняла мысль. И я ему сказал, давай твою плохую дикцию, наоборот, сделаем твоей особенностью и фишкой сделаем. И ты будешь блогером с самой плохой дикцией в мире. А что там Андрея Мартыненко с Бумчиком? А что с ними не так? Да нет. Каналы поудаляли? Да нет, поудаляли. Просто интересно, что там... Ну, Андрея же мне удалили канал. Ага. А Бумчик единственный, кто выжил в этой всей ситуации. А вот этот из Барбершопа. Дима Верховецкий. Дима Верховецкий. Все нормально у него с каналом. Смотрю, не гуляю, потому что... Да? Не, ну просто не так часто с ними вижусь. Я понял. Все, спасибо. Окей, давай, всего доброго. Саш, так ты мне не ответил на вопрос, почему у Милы нет своего канала? Ну, потому что, наверное, я не так часто вижусь с ней. Угу. Не живу вместе со своей дочерью. Если бы мы были вместе все время, то, конечно бы, скорее всего, у Милы был бы свой канал. И я так это и планировал. Потому что я планировал Милу снимать вообще с самого детства. Я хотел фотографировать, вести текстовый влог. Вот. Потом переместить это все на YouTube. И тем более, как ты знаешь, что детские каналы это самое популярное, что есть на YouTube. Притом, сам YouTube очень любит детские каналы. Угу. Очень поощряет. И очень большие бонусы. Это самые монетизируемые каналы. Там самая дорогая реклама на детских каналах. И все, у кого есть детский канал, это... Богатые дети, да? Ну, довольно-таки да. Ты мне рассказывал, что Пупси Кира это не заслуга Тружковского. А он считает, что его заслуга? Он сделал пост о том, что Пупси Кира там определенное время, я не помню, год назад, или когда завела каналы, они праздновали, сколько, или 400 тысяч, или 600 тысяч. Ты в этом посте Таня у меня. Нет. Я могу ответить так. У любого человека, который чего-то добился, у него можно спросить, что повлияло вообще на твою жизнь, что привело к тому, что есть сейчас, к успеху. И он тебе скажет, вот в одно время мне там один старик на улице сказал такую мудрую мысль, или там, вот мне там моя бабушка перед смертью там дала кое-что понять, или там, вот в моей жизни случилась такая вот ситуация, после которой вот я стал тем, кем я являюсь. Я не скажу, что там Пупси Кира или Трушковский, это моя личная заслуга, но не было бы меня в жизни Трушковского, не было бы Пупси Киры, потому что я Трушковскому передал свой опыт, рассказал ему секреты, рассказал, что такое вообще YouTube, потому что он вообще ничего не знал о YouTube, и когда он узнал, сколько мы зарабатываем, какой образ жизни ведем, у него просто перевернулся мир. Человек как будто открыл для себя новую грань, ну то есть абсолютно сознание у человека как будто открылось для чего-то нового, и я ему просто передал опыт, а он уже передал опыт своим друзьям, потому что я ему точно так же говорил, что самое популярное, самое классное на YouTube, это детские каналы, и вот у него, у его подружки, и ребенок, и поэтому он сразу за это схватился мертвой хваткой. Трушковская, есть положительная черта, то что он может за что-то взяться, и не будет лениться, они будут там ебашить, делать, снимать, точно так же это заслуга того, что трудолюбие есть у человека, точно так же канал Пупси Киры и ее мамы, это заслуга трудолюбия, потому что она с утра до ночи ебашит, и я просто удивляюсь таким людям, которые постоянно ездят на съемки, у них есть еще параллельно свой бизнес, они еще хорошо выглядят, меня это тоже удивляет, они занимаются своими детьми, вот поэтому я просто в шоке от жизни этих людей, я никогда в таком темпе не находился, возможно, когда-то раньше, когда я был связан с телевизионной индустрией, когда у меня также были съемки, реалити-шоу, и когда я сам лично работал на телевидении, у меня подобный график и был, я как бы понимаю, как так можно жить в таком темпе, но, когда я наблюдаю за теми же инста-историями этих людей, я просто в шоке, когда они уже с пяти утра наснимали тридцать видосов в разных локациях, уже с разными людьми, мне это очень сложно, потому что мне сложно дает сообщение с людьми. Тружковскому отношению у тебя сейчас какое? Да никакого у меня нет к нему отношения, никакого? У тебя нет ни негатива, ни позитива? Смотри, мое отношение к нему осталось ровно таким же, когда последний раз я о нем сказал в своем влоге. Вот ровно с того момента, когда я последний раз о нем что-либо сказал публично на видео, вот я точно такого же мнения о нем и остался. Ничего не изменилось с тех времен, я больше о нем не упоминал нигде, не делал на этом акцент, не продолжал на этом привлекать аудиторию, у меня не было желание на нем собирать просмотры или на этой теме, потому что, возможно, он этого хотел, он бы хотел бы развивать тему нашего конфликта и все остальное, он это и делал, этим занимался, я на это все смотрел сквозь, меня это не сильно задевало. Ты его ревновал к Тане? Когда, например, есть отношение парня и девушки, и когда парень видит, что девушка заинтересована каким-то парнем, а ее парень просто видит, ну блин, ну ничего особенного, ну что в нем такого особенного, и ему хочется показать ей, смотри, это просто обычный человек, зачем ты думаешь о нем больше, чем он является, я говорю, он ничем не красавчик, ну вот, я говорю, и мне, почему я вообще это все провернул, чтобы просто Тане показать этого человека в реальной жизни, что это обычный чувак, который точно так же срет, пердит, матерится, и что у него не такая классная жизнь, как на фотках, и что он вживую не такой, как она себе его придумала. Вот как бы мне просто хотелось этого человека Тане показать в реальной жизни, и все, чтобы она сама увидела, какой он есть, и вот как бы он раскрылся вот так, понимаешь, вот так, ну вот просто, это единственная цель, это все было ради Тани, и Таня все увидела, он раскрылся на полную, все его, вот его характер, его там алчность, вот эти все моменты, которые в нем, ну вот он, знаешь, как, типа, можно, знаешь, с виду, типа, красивая обертка, а внутри она чем-то таким нехорошим наполнена, если ее взять вот так, сдавить, то начнет просачиваться такое, знаешь, вот что-то подобное. Ну да, ну просто, или она была светленькая. Вот как-то мне всю жизнь нравились блондинки. Да, у тебя все девушки похожи. Вот до определенного возраста, наверное, до там 23, я бы не встречался с девушкой с темными волосами, исключительно блондинки, все, а потом мне начали нравиться уже и брюнетки там, девушки формата Анджелина Джоли, все такие, потому что мне Анджелина Джоли начала нравиться, и вот. У тебя были брюнетки в девушках? Ну, как бы да, но я же не всех девушек там, может, показывал на своих видео. из тех, которых ты показывал, все были блондинки. Потому что я зачастую в отношениях, а если, когда я уже расхожусь, там, например, пару месяцев я один, за это время у меня может быть много девушек там, которые там на несколько дней задерживаются со мной. Ты был не уверенный в себе? Нет, более даже уверенный, чем сейчас, потому что, я тебе скажу, сейчас я просто ленивый, мало мотивации, я рад, что мне удалили канал, потому что это добавило мне мотивации, и я теперь опять начну что-то снимать, возможно чаще, и хочется чего-то добиваться. Главное, чтобы была какая-то цель, чтобы что-то тобой двигало, чтобы, когда у человека нету внутренней мотивации, чтобы, важно каждому человеку это самореализация. Конечно. У тебя самореализация в Ютьюбе. Да хоть чем-то заниматься, понимаешь? Важно человеку не просто сидеть и просто поглощать плоды, потому что все, чем мы занимаемся в Стане, это поглощаем плоды своей популярности, потому что нам все приходит просто вот так на подносе. Все возможности, деньги, все, что хочешь, просто можешь лежать и ничего не делать. Даже видео можно заливать там раз в месяц, грубо говоря. Сколько у тебя сейчас доход от Ютьюба? Именно от Ютьюба или вообще вокруг этого? Сколько ты зарабатываешь? Ну, это самый животрепещущий вопрос, который интересует всех зрителей. Я никогда не скрывал, как другие блогеры, сколько они зарабатывают, потому что зачастую все блогеры прибедняются. Да. И я еще скажу, что многие блогеры подобного формата и с подобным количеством подписчиков зарабатывают просто в 100 раз меньше, потому что они просто не умеют вести бизнес, у них нет вот этой жилки, как правильно интегрировать, как правильно общаться с рекламодателем. И многие не хотят рекламировать дерьмо, а я рекламирую все подряд. То есть я берусь за любой заказ, почти за любой. То есть ты готов рекламировать дерьмище, главное, чтобы платили? Ну, не совсем дерьмо, но если мне будет комфортно его рекламировать, то да, если это не будет отнимать у меня особых сил, то да, если это можно сделать дома, лежа на кровати, грубо говоря, я прорекламирую дерьмо. Сколько ты сейчас зарабатываешь в месяц? у меня доходы сейчас около долларов. Это сюда входит монетизация самого Ютуба и плюсы внешние заказы от рекламодателей. Это твой чистый заработок без Тани? Танины деньги это ее деньги? Танины деньги у Тани доход это инстаграм, потому что она Ютуб свой забросила раньше, она еще зарабатывала на Ютубе, но ей лень и она не хочет снимать, потому что ей сложно бороться с комментариями, она очень близко к сердцу реагирует на то, что пишут в комментариях, а я похую. там можно отключить, но все равно ей везде наваливают об этом и снимают видео о ней или какие-то посты делает, она все равно это видит, она как бы может забивать на это, но все равно это задевает. А я похую. Мне все равно всю жизнь у меня такая закалка, что всю жизнь меня бросали камнями, из-за этого я переезжал и переезжал в другой город, потому что я всю жизнь привык к непониманию. Я всегда был одиночкой, я был как козел отпущения в школе, везде, я был один. Поэтому я привык к непониманию и к тому, что меня обзывают. У меня вопрос, у меня не совсем сходится, почему чувак, который раньше тыкал себе скалку в жопу, сделал себе виниры? У тебя были комплексы по этому поводу? Виниры почему я себе сделал? Да. Типа... Ну почему? Ты спрашиваешь, если у меня комплексы, потому что с комплексами люди делают виниры. Почему ты себе сделал виниры? Я бы раньше не мог представить, что я даже буду ходить по дорогим ресторанам, заходить в бутики, и ездить за границу по каким-то лакшери курортам. Я этого всего представить не мог. Но когда у тебя появляется много денег в долларах, то как бы ты начинаешь делать то, что никогда не делал? И виниры я сделал просто потому, что я пошел к стоматологу, потому что у меня болел зуб. И мне стоматолог говорит, ну я тебе этот зуб полечу, все окей, а ты не хочешь сделать себе виниры? Будут красивые зубы, будет улыбка, там мы тебе подправим. Я говорю, а что это? Ну типа, так можно сделать. Ну окей, давай. Это от фонаря. Я ничего не планирую. Я даже понятия не имел, что такое виниры. Поэтому я это сделал от фонаря. Я, кстати, тебя привел на кладбище, потому что раньше... Ты меня закопать хочешь? Нет. Потому что раньше я проводил на этом кладбище много времени, потому что раньше я был в тусовке готов, когда мне было там 18 лет. И у тебя там шуткие фотки, волосы черные. есть жесткие, да, жесткие старые фотки. Их, кстати, сложно сейчас найти. Там я красил глаза, красил ногти. И мы собирались по ночам на кладбище, на склепах каких-то, тусовались. И вот так вот. Поэтому для меня это очень такое родное место. Мы не будем купаться? Там это... Если у вас нет воды дома, можно... Да я вообще редко моюсь, на самом деле. Я не самый чистоплотный человек. Ну, сегодня же ты помылся. Ну, к тебе готовился, да? Слушай, серьезно? Ты не помылся? Не, ну, типа, я мою только ключевые зоны, так обычно, знаешь? Потому что я считаю, что мыться полностью не всегда обязательно. И это... Ну, типа, нужно же воду экономить. Знаешь, за экологию. Как бы можно помыть ключевые зоны. И плюс от меня, вот есть люди, у которых есть какой-то запах неприятный. Я считаю, от меня нормально... То есть, Таня не жалуется, да? Ну, да. Очень важно, типа, в отношениях, подходит ли тебе запах человека, считаю. Я никогда не смогу быть человеком, если мне его запах не подходит. Это очень важно. Танин запах мне просто идеален. У него даже запах пота мне нравится. поэтому даже если Таня не будет мыться, я буду только рад, потому что она будет пахнуть собой. Наоборот, не люблю искусственные запахи, духи и все такое. А ты не думал, из-за того, что у тебя много денег, иногда у людей рвет крышу, и они там начинают инвестировать в свою женщину, там, сиськи сделай, губы, какие-то там подтяжки, попу. Вот как ты к этому всему относишься? Смотри, там даже если у Тани будут такие порывы сделать сиськи или там губы, то как бы я не особо приветствую это, потому что мне нравится она такая, какая она есть. Я люблю естественность. Мне нравятся естественные девушки. Таня очень естественная. Я считаю, у нее своя личная естественная красота, которая, тот ее облик идеально мне подходит. Поэтому меня все устраивает, я бы не хотел, чтобы она что-то делала. А как ты считаешь, вот в начале интервью, когда я тебя начала спрашивать про Таню, ты сказала, в смысле, ты же встретилась со мной, значит, обо мне спрашивай, а не про Таню. Потому что я здесь звезда. А при чем здесь? Вот это ты так сказала. А Таню бесит то, что ее жизнь крутится вокруг тебя? Ну, Таню бесит то, что ее называют девушкой Шапика. А ей хочется быть Таней? Ну, то ей никак не хочется, ей хочется спокойствия. Просто жить обычной жизнью с любимым человеком, чтобы ее не заебывали на улице, чтобы просто ее никто не трогал, и чтобы она не ассоциировалась с такой херней какой-то, которая ей приписывает, и все. Вот этот склеп когда-то для меня был знаковым местом, потому что мы здесь собирались, ну, ребята пили пиво, я в то время вообще не бухал. А ты, кстати, наркотики употребляешь? Никогда не употреблял наркотики. Никогда не пробовал? И мы тусовались в этом склепе. Кстати, тут была когда-то такая глубокая дыра, прям вообще можно было спуститься, сейчас ее завалили. прикольнее. Можно попытаться откопать. Будем сейчас делать? Ну, можно твою футболку, кстати, здесь зарыть, и пускай подписчики будут искать, приходить в этот склеп. Давай, только я предлагаю где-то повыше, чтобы они... Повыше? Так я думал, наоборот, закопать на кладбище. Да, давай. Я прям туда, вовнутрь. Ее можно стирать, эти маркеры закрепляются с помощью утюга и 40 градусов, потом ее стираешь, и надпись лайфхак остается. Окей, а что нужно писать? Тебе нужно любое, что хочешь, это же от тебя подарок. Что хочешь, ты можешь писать любым маркером. Ну, типа, я, Саша Шайбер, беру тебе этот подарок. Или распишись. Ну, ты что, люди будут и подписал футболку? А, я подпишу, типа, самое главное, вот, чтобы это было как-то тематически, типа, чтобы человек не зарывал свою особенность или не закапывал себя, ну, раньше времени, не губил свою индивидуальность. И это будет как-то очень связано. Что это, быть индивидуальным? Ну, не зарывай себя, там, как-то так, не закапывай себя. Не закапывай свою индивидуальность. Давай, я держу. я сейчас ошибку сделаю. Свою? Жену. Давай, натягивай. Индивидуальность. Да. Длинное слово. А кто для тебя топ-5 блогеров на YouTube? Я вообще мало кого смотрю, но мне нравятся просто каналы, которые реально снимают свою жизнь и показывают все, как есть. И это не обязательно популярные каналы. А наоборот, я люблю смотреть каналы, у которых мало подписчиков, которые только начали снимать, потому что они более ведут себя естественно. и все каналы, на которые я подписан, у них там по 500 подписчиков, просто 500, по 1000 подписчиков. Кто для тебя топ, вот такое, чтобы тебе нравилось смотреть? Я вообще считаю, что не нужно ни на кого равняться, а просто быть собой, снимать то, что реально происходит, и быть максимально собой. Потому что то, что тебя отличает от всех, остальных, это и является твоим козырем, и то, что приведет тебя к успеху. Поэтому, ну не знаю, даже не приходит на ум, не потому что я не хочу никого там пиарить. Твои друзья, Марпиненко, Бумчик. С популярных, смотри, с популярных каналов мне нравится, как снимает и что делает Ян Топлис. Он мне сам по себе нравится, ну, как персонаж, у него прикольная харизма, и плюс он очень старается, его видео очень информативные, он делает все очень качественно. Это с таких качественных каналов популярных, а с таких подобных, как у меня, влоговых каналов, то мне нравится Катя Ваня. Хоть они, хоть они ебанутые, и я их ненавижу, но смотрю каждый день. Тот, кто первый придет и отроит эту футболку, тот ее и заберет. Да, мы находимся на Байковом кладбище, правильно? Да. И все. И нужно снять видео, что вы сняли футболку. Ну да, чтобы они поняли, что это за склеп. Вот. Ну, я думаю, найдут люди этот склеп. Мы здесь, может, значок поставим? Да, какой значок? Пускай ищут, это будет квест. А, хорошо. Я не думаю, что этот склеп сложно найти здесь. И мы ждем от вас видео, оно будет опубликовано в сторис у меня и у себя в шапе. Важно, чтобы тот, кто найдет, снял хоть минимальное видео или фотку, что он его нашел. И тогда я загружу к себе на канал, там, или видео покажу. И ко мне я тоже загружу. И, ну, будет прикольно. Да. Давай прятать. Куда ты предлагаешь спрятать? Да прямо вот здесь зарыть. А я, именно зарыть, я думала, знаешь, что сделать? Что? Вот я замотаю вот сюда. А, ну давай. Блин, так комары кусаются, реально. Так, дай, этот, лепрекон. Вот, смотрите, заматываем вот такой вот пакетик. Да. Я тебя боюсь провалиться, потому что там метра три вниз. И там чья-то могила была раньше. Где? Там? Вот это пиздец. А если мы сейчас труп найдем? Ну, плюс рейтинги к тебе. Да. Может, за досками его спрятать? А там уже доски. Если какие-то блогеры пойдут искать мою футболку, называйте видео «Идем копать на кладбище». Похоронили мы твое шоу, в общем. Ой, блин, там носки какие-то. А тут что хочешь? Ой, блин, эти комары вонючие. Саш, кстати, спасибо за букет. А, ну, я же не Виталик. Я надеюсь, Таня ревновать не будет. Тань, прости. Так. Таня точно не ревновает. Похороним шоу рамины. Да. Вот все. И сверху. Может, как чешется новая кетка. Две досточки сверху. Все. Палочка, палочка, и все. Готово. Как бы тут трусы, носки, чьи-то, все подряд. Ну все, желаю всем удачи. Сейчас мне нужно залезть, тоже сказать. Пометить. Да, посрать. Пометить. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, ссылка на шапика у меня. Да. На его новый канал. Пропиаривайся меня, пожалуйста, мой новый канал. Как мы договаривались. Ты думаешь, что я вообще согласился? Потому что мне новый канал надо пиарить. 8 тысяч подписчиков как бы не с неба падает. Вот. У меня сейчас любой подписчик на вес золота. Конечно. Поэтому спасибо за приглашение. На самом деле приятно, что мы с тобой познакомились живую. И я могу теперь как бы публично извиниться за то, что писал о тебе и говорил, потому что ты оказалась довольно-таки нечеток. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Всем спасибо. Всем пока. У-у-у.